Немало казахстанских премьер ожидает нас и на стартовавшем кинофестивале Шакена Айманова. При этом нашлись и критики киносмотра, которые считают, что в нашей стране уж слишком много подобных ивентов. А нужны ли они нам? Разбирался Алмат Тимиртас. Нынешний фестиваль – это наследник некогда крупнейшего киносмотра Казахстана «Звезды Шакена». Да, за годы он несколько растерял свою значимость, и у него только по нашей стране появилось немало конкурентов. Однако кинофест продолжает собирать артистов и режиссеров самого высокого калибра. У каждого фестиваля своя задача. Наш фестиваль, мы его заявляли как рабочий фестиваль. Он такой, знаете, не глянцевый. Он проводится не для того, чтобы пригласить какого-нибудь Сигала или Николаса Кейджа, чтобы он походил тут и пофотографировался с горожанами. Известный продюсер Гульнара Сарсенова не раз представляла Казахстан на самых известных фестивалях мира, включая «Канны» и «Оскар». И она считает, что киносмотров много не бывает. Во-первых, то, что эти фестивали, они как бы открывают мир для казахстанцев, в первую очередь. Это дают познакомиться вживую, так можно сказать, через большой экран с теми шедеврами кино, которые были сделаны в других странах. Казахстанское кино становится всемирно известным. Его уже знают, узнают, любят. В Казахстане, помимо больших фестивалей с государственной поддержкой, есть и независимые кинопоказы. Например, Кликфест, который проводится в Алматы вот уже пятый год и имеет свою определенную аудиторию. Мы единственный первый независимый кинофестиваль, который нашей основной целью является показывать то кино, которое не выходит в широкий прокат. По абсолютно разным причинам. Да, сейчас довольно сложно однозначно сказать, нужно ли нам столько киноэвентов. Возможно, с точки зрения бюджета это довольно накладно для государства, но для самой индустрии и киношников фестивали очень важны.